Маленькая страна, вся в воздушных шарах, с клоунами и массой развлечений для самых юных. В микрорайоне Южный город в День защиты детей устроили масштабный праздник. На него приехали гости со всего Волжского района и не только. Организовано суперски. Мы в город даже не едем. Нет смысла. Из города едут сюда. Давно здесь живете, в Южном городе? Я не живу в Южном городе. Мы живем в Рубежске. Но мы постоянно здесь. Мы остались здесь, потому что, в принципе, здесь у нас не хуже, чем в городе. У нас для детей здесь все есть. Нас все устраивает. Нравится детям. Есть где поиграть, есть где побегать. На празднике, посвященном Дню защиты детей, нескучно было и взрослым. Для них выступили творческие коллективы со всего Волжского района. На центральной площади юные артисты демонстрировали свои таланты. Но, конечно, главными гостями и участниками праздника стали учащиеся образовательного центра «Южный город». А за наук в нем постигают две с половиной тысячи человек. Первого сентября впервые за парты сядут еще 500 учеников. Ни один праздник в Южном городе теперь не проходит без творческих коллективов наших школьников и дошкольников. Ребята уже настоящие артисты. Они уже освоили не только сцену Южного города, они уже у нас гастролируют, выигрывают различные всероссийские, международные фестивали и получают гран-при. И самое интересное, что когда есть возможность заниматься в школе не только учебой, но и спортом, и искусством, то и учеба подтягивается. То есть, когда получает ребенок возможность в одном месте реализовать всего себя, он более гармонично развивается. Гармоничному развитию подрастающего поколения в России в целом и в Самарской области в частности уделяют особое внимание, отметил глава Волжского района. Из 12 национальных проектов прямое большинство посвящено защите детей, воспитанию молодого поколения. В 2017 году наш президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович объявил десятилетие детства. Много делается для детей. Если сегодня смотреть только на территорию южного города, то сегодня радует глаз прекрасная школа, в которой учатся более 2,5 тысяч ребятишек. Сегодня строятся детские сады. Сегодня строится комфортное жилье. Благоустраивается территория. Как отметил Евгений Макридин, Волжский район при поддержке губернатора Самарской области активно подключился к реализации национальных проектов. В муниципалитете строятся новые школы и детские сады, а также бассейны и открытые спортивные площадки. Здоровый образ жизни в приоритете. В подтверждении этого в День защиты детей в Южном городе дали старт лету с футбольным мячом. На поле вышли молодые люди 2011-2012 годов рождения. Игры в рамках турнира «Лето с футбольным мячом» будут проходить на территории всего Волжского района. Но Родина не забывает павшего, как мать не забывает никогда. Ни павшего, ни без вести пропавшего. Того, кто жив для матери всегда. Да, мужеству за деньги не бывает. Священную память о подвиге героев, которые день и ночь четыре самых страшных года в боях и в ТУ сражались за великую победу, сохраняют школьники 21 века. В образовательном центре Южный город открыли музей. Выставочную экспозицию начали формировать еще полтора года назад. Мы очень серьезно увеличили его экспозицию. Происходит это все силами педагогов и учащихся. У нас в школе есть поисковый отряд официальный, есть такое поисковое движение школьников. Это всероссийская общественная организация. Вот мы к ней присоединились. И наши ребята, они участвуют в различных экспедициях археологических. И именно оттуда привозят, скажем так, экспонаты для нашего музея. Еще формирующуюся выставочную экспозицию посвятили 65-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее бойцы 7 ноября 41-го маршем прошли по площади Куйбышева. А накануне парада квартировались в Оужском районе, точнее, там, где сейчас вырос Южный город. С парада в запасной столице солдаты ушли на фронт. Осколки той Великой войны легли в основу школьного музея. Ваш музей достиг зрелого возраста. Он сегодня может участвовать у вас во всех всероссийских мероприятиях и также областных, которые проводятся в рамках областной программы. Вот наш центр реализует ее, по моему, край, земля Самарская. Этот музей отличается от себе подобных. Экспозицию не закрыли под замком в отдельном кабинете, а разместили в просторном коридоре образовательного центра. Открытое пространство, по мнению организаторов, дает возможность каждому прикоснуться к истории. Относительно открытого пространства это еще и большой плюс все-таки в плане того, что большая площадь позволяет проводить здесь массовые мероприятия, как сегодня днем. И поэтому любой желающий, опять же, неважно, ученик или это житель Южного города, проходящий мимо, естественно, у него есть такая возможность пройти в музей и посмотреть. И в любой момент учителя или наши экскурсоводы, молодые девушки и юноши, они могут как раз-таки помочь в осмотре экспозиции. Гостей, которые пришли на открытие музея, юные экскурсоводы, они же школьники, познакомились с выставочной экспозицией и проделанной работой. В музее появились новые разделы экспозиции «Война в документах, фотографиях и наградах», «Образование и труд в 1930-х и 40-х годах», а также «Оружие Победы». Также в рамках первой тематики в школе в 2018 году стартовал проект «Книги памяти. Я помню и горжусь». Эта книга посвящена нашим родным и близким, которые воевали и работали ради Победы. Особое место в музее занимают обломки штурмюка Ил-2, которые были найдены в ходе раскопок при строительстве Южного города. Учащиеся образовательного центра планируют отправиться в археологическую экспедицию и в этом году. Программа на летние каникулы составлена. В ней не менее шести выездов в поля, в том числе и за пределы Самарской области. Очень приятно смотреть на то, как готовятся дети, увековечивая память наших предков, которые свершили героические события, зачастую это ценой своей собственной жизнью, кровью, здоровьем, которые делали все для того, чтобы мы жили под мирным небом над головой. Я сегодня горжусь детьми Волжского района, которые активно включились в поисковую работу. Им не безинтересно, какой ценой давалась победа в Великой Отечественной войне. Военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Волжском районе уделяют особое внимание. Во всех школах созданы юноармейские отряды. Их участники второй год подряд в сводной коробке 9 мая маршируют по самой большой площади Европы. По той самой, с которой в далеком 41-м уходили на фронт герои. О том, что Россия страна многонациональная, рассказывать детям можно по-разному. Но одно дело обычный урок в четырех стенах школы, и совсем другое, когда вот так, на свежем воздухе, на солнышке, в окружении веселой праздничной толпы. У каждого начинающего художника свое видение того, как должен выглядеть национальный костюм. Но это как раз тот случай, когда полет фантазии нужно сверять с действительностью. Увидеть ошибку помогут опытные взрослые. Ребята на самом деле реагируют очень так оживленно, очень дружественно. Им эта тема, я думаю, интересна, близка. Ребята хорошо разбираются, называют нам очень много разных национальностей. Оказывается, они их действительно знают. Выбирают просто рисунки, те, которые им больше нравятся по духу. Смотрят, потом находят их на доске, понимают, что это национальность, и приступают к раскрашиванию этих рисунков. Конкурс рисунков России «Многонациональная страна» – лишь одна из многочисленных площадок настоящего народного праздника, который в преддверии Дня России состоялся в микрорайоне Кошелев парк. В необходимости таких широких торжеств не сомневался никто из пришедших на гуляние. Конечно, нужно, да. Детей вообще надо объяснять, что это за праздник, что он символизирует, что мы вообще празднуем, в принципе. Конечно, нужно, да. Вы что ему объясняете? Объясняю. Ну, как тебе здесь нравится? Хорошо. Ну, а что ты уже успел поиграть? Масы не новым. Только я купил все машины. Только у меня мазаловоз белый. Нам вообще очень понравилось, очень удивлены, что это так масштабно. Для детей очень много всего, много народа. Все радостные, счастливые. Надо и почаще. Праздник такого уровня и размаха администрация Волжского района проводит в молодом микрорайоне впервые. Но, вопреки пословице, первый блин удался на славу. Официальные поздравления с главной сцены звучали с совсем неофициальной теплотой. Люди живут здесь совсем недолго. Кто-то год, кто-то два, кто-то три. Но они уже себя зарекомендовали. Мы на них опираемся сегодня. Они нам являются помощниками во всем. Они проявляют инициативу. Они делают все от них зависящее для того, чтобы Кошлев парк развивался, становился комфортнее для проживания наших граждан. Дорогие друзья, но я уверен, что этот молодой населенный пункт, что мы будем творить его историю, будем делать историю своими руками. Народ и местное самоуправление – это единый орган, способствующий созданию нормальных условий и развитию территории, на которой мы с вами живем. Евгений Макридин не ограничился приветственным словом. По инициативе главы администрации Волжского района самые активные жители Микрорайона были награждены благодарственными письмами, грамотами и памятными подарками. В числе награжденных педагоги во многом уникального образовательного центра. Школа открылась только 1 сентября. Сюда сразу же пришли учиться около 900 учащихся, которые приехали сюда с разных городов, районов нашей Самарской области. У нас абсолютно новый педагогический коллектив. И люди тоже приехали абсолютно с разных точек, даже России и ближнего зарубежья. И этот год, он был годом становления, он был очень непростым. Но при всем при этом мы умудрились достичь достаточно больших результатов. Праздник повлек в свою пеструю орбиту всех без исключения. Для детей и взрослых работали интерактивные площадки, игровые программы, действовали консультационные пункты службы семьи, специальной психологии и педагогики. Восторженные аудитории свои умения показали кинологи, а инспекторы ГИБДД еще раз напомнили о правилах дорожного движения. И лейтмотивом через весь праздник звучали песни о России и великой стране, в которую маленькой, но важной частью входит и Волжский район. «Моя природная страна» Прокуратура района информирует о восстановлении в родительских правах. В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса Российской Федерации родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в родительских правах, для чего необходимо изменение поведения родителей, а также образа жизни и отношения к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматривают с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. При наличии задолженности по алиментам необходимо принять меры по их погашению Кроме того, обеспечить надлежащие жилищно-бытовые условия для дальнейшего проживания ребенка В случае, если собраны все необходимые доказательства, которые будут подтверждать факт того, что основания, послужившие поводом для лишения в родительских правах, отпали Родитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении в родительских правах Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям или одному из родителей Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласием Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.